да красиво каждый раз когда просыпаюсь утром конечно смотрю в окно и балдеют этого вида записали интервью с наташей как и обещал надеюсь все нормально записалось потому что непонятно что там на этом маленьком экранчике у камеры было видно и очень часто бывают нюансы когда уже потом пересматриваешь материал но мы сегодня поедем на праздник фейерверков он с какого-то 67 года вроде во франции проводится именно в каннах и это прям очень интересно это будет безумно безумно как я люблю говорить красиво плюс-минус до сегодня свои фейерверки будут представлять германия поэтому я думаю будет интересно и будет потужно как любят говорить один немало известный человек дужи потужно буду да ну и тематика помог это love story там любовь любовь морковь что-то вроде типа такого вот обязательно сниму обязательно поделюсь с вами этой всей красотой ну и что еще интересненько вам не предложили работу представляете предложили работу и я думаю может согласиться работу водителем на 10 дней в какой-то очень богатой семье возить на пляж людей еще куда-то возить домой там не за в школу не в школу пока еще не вникал я просто думаю что у меня работа у меня занятия но с другой стороны можно же как-то взять эти занятия отодвинуть даже не денег ради хотя должны вроде неплохо заплатить за эти 10 дней можно заработать на полторы тысячи евро и дальше поехать увереннее гораздо до испании до больше хочу ради эмоции ради того чтобы посмотреть как это работает и опять же посмотреть на жизни богатых людей в каннах изнутри и поделиться с вами вот этими эмоциями если получится обязательно это сделаю но если нет то просто вам рассказал да что мне предложили если работа уйдет кому-то другому ну это значит уйдет кому-то другому но если у вас нет то что у вас нет то что у вас нет то что у вас есть заехал как так сегодня вообще конечно из этого фестиваля или что-то праздника салютов здесь такое мясо в центре люди ищут где припарковаться но вот они по богатому за деньги а мы за бесплатно будем стараться что сегодня все парковки бесплатно и сегодня выходной мы сделали кругом и снова решили по богатому это жесть это богатая жизнь вообще что канна это филиал одессы одни одесские машины киевски наверно получается еще очень узкая здесь вот так вот чтобы понимали то есть по богатому но на геморроишься так что уж лучше по городу поездить еще поискать по свежему воздуху места и пройтись ну что в итоге мы припарковались на крыше представляете как здесь все нелегко сейчас еще не факт что мы попадем в клюк или в кафе да ребят ну так вот мучение паркуешься и мучаешься я сегодня полностью одет в одежду которую мне прислали мои спонсоры так чижик не спонсоры подписчики но опять же они частично можно назвать и спонсорами периодически видите присылают мне посылочки это конечно в этой маке босс шорты босс я максимально по каннске выгляжу максимально по снг каннский вот именно только наши люди так одеваются так что были видны бренды все чтобы сразу было видно человека хорошего издалека посмотрите какие матрешки моему сыну варик очень неплохой но тимур он он другой он ищет душу вначале а потом же мне кажется ищет внешность а папа у него можно сказать или идиот а можно сказать эстет выбирайте сами получается вы видите да хрен в центре припаркуешься это мы думали быть по умнее от центра в двух кварталах припарковаться но и там было проблемно но я думаю что вот и еще пять минут и все этап парковка тоже закроется что мне будет мест мы заняли самое последнее наверху как-то так но аварики продолжаются да мне конечно как эстету или идиоту канны нравится и ницца нравится действительно здесь на квадратный метр больше симпатичных девушек это что ясно это мы думали в нью-йорк пойти ресторана там огромная очередь ну сегодня еще чемпионат европы да что то такое и видите как обстоит все военные ходят с автоматами очень много людей очень много людей во втором ресторане тоже нет мест обратите внимание если хоть один человек с большими надписями там бренда на футболке кроме меня а вон есть человек с надписью dior но это значит наш соотечественник ребят это на самом деле исторические кадры и так интересно видеть это все находясь во франции все что происходит в моей жизни последние полтора года это какой-то сон я не могу в это поверить то есть столько таких вещей которые ты никогда бы в жизни не представил что могут с тобой произойти они происходят это все продолжается 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 я вот общался с девочкой из одессы с алина и мы насмеялись того как ну здесь вот встретились и говорили друг другу говорит ну вообще представляешь вообще где как мы могли вообще предположить что такое возможно что мы в каннах с тобой встретимся ты будешь ездить по миру а я тоже уеду из одессы как то так думаю вам интересно что здесь почем антре стартерс ну октопус томейтос оливс каперсы короче осьминог 21 евро стоит тартар а селман авокадо 23 евро может ставьте на паузу бурата томаты и базилик 19 евро стоит как-то не знаю бурата и октопус примерно по одному прайсу очень странно пицца 24 пассионы 24 и лямор стоит 30 30 евро омлет 30 евро органический омлет с трюфелем видимо из-за трюфеля 30 евро она и стоит омлет с трюфелем видите как морозово два шарика 10 евро вы можете поставить на паузу посмотреть тирамису стоит 18 в принципе не сказать что дорого наверно да сегодня день бастилии еще но поэтому такой движ а в париже день бастилии это прям серьезно я зазвучай не смотрю футбол но сегодня так получилось как то так потому что вообще здесь все забито на круазет в каннах невозможно нигде сесть встать прям очень много людей и нам даже можно сказать повезло что мы сели в кафе да вот это броновское движение ну серьезно так напоминает одессу так кайфово здесь ну вот я все-таки начинаю потихонечку но не то что влюбляться но испытывать симпатию каннам вот это беззаботное шастанье туда-сюда как в одессе да ну люди чистенькие все до одного красавчики смотришь на эти вещи в кафешке у людей ну так не то что специально всматриваешься но бросается в глаза конечно все эти бренды ты понимаешь что они в основном оригинальные так это все необычно но принципе особо то это ничего не меняет просто я к тому что в основном по всему миру люди носят паль а здесь видимо ну единственное отличие то что люди носят оригинал особо это не отличаются отпали так ну по крайней мере на первый взгляд куда я иду я иду встретиться с алиной вот она там сегодня одна осталась и и грустно и скучно и некому руку подать посмотрите здесь разные ладошки у нас актерский мой краем опер джонни хелли дайк вот даже не знаю таких актеров вот у меня еще моя знакомая из мск который продюсирует всех звезд просит книгу ну вот про все эти приключения и дорогу к себе когда будет книга спрашивает а я пошла могу сказать я ничего не пишу я думал в гоа начать писать но сложновато то есть я мог бы но я мог бы продолжить цветы зла про тимура который показался в гоа в индии но потом как-то передумал и в греции я начал писать немного стихи на самом деле не так это все просто стихи всем понравились но на данный момент это очень очень сложно потому что такое у меня состояние в основном депрессивная но я стараюсь это зажимать себе но не выпускать наружу и не признаваться себе во многих вещах а когда ты пишешь стихотворение ты просто обнажаешь душу и ты смотришь на себя со стороны тебе становится себя жалко автоматически и слезы рекой и ты понимаешь чего ты хочешь чего-то не имеешь на данный момент и какие жертвы ты и все вокруг приносят вот наше время короче все это нелегко на самом деле поэтому вот все в те зрители мои подписчики которые просят читать стихи вот пока не читаю не потому что допустим не могу а потому что не хочу потому что не хочу все это сложно реально ты как будто пишешь кровью из сердца как говорил великий классик именно так и делал последнее время и не факт что я могу ну не уйду в какой-то такой знаете штопор вот и не сойду с ума если буду писать что-то такое художественное по идее можно да право вот действительно там цветы зла а вот так вот про с про себя это прям нелегко потом может быть после войны вот так еще здесь видите кайфовенько даже уже эта дорожка красная кажется нормальной понимаете ко всему привыкаешь вот так вот а люди здесь эти все неспроста это самое крутое место правильно здесь здесь все будут смотреть фейерверк судя по всему и мы тоже сюда пришли посмотрите какое количество людей все на меня смотрят как на дикого потому что я снимаю посмотрите какая жесть посмотрите на это на все сколько здесь людей все типа нормальное место за может быть ближе к морю так вот выражение яблоку негде упасть это как раз про это место посмотрите смотрите мы прямо в первом ряду этот мужчина он сел прямо сейчас перед нами когда начинается шоу так что будем смотреть шоу с его головой а дамы и миссию он сжоу в 14 жюри и он омар жителей тима лаконка донис в 14 жюри 2016 но мэр га аль и луко файл все люди встали в честь памяти жертвам или жертв сейчас не соображаю какого-то террористической атаки наконец-то начинается шоу у нас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Охеренно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 того что же не в пользу а не за как-то лучше сказать минус по поводу того что было безумно романтично безумно красиво такие моменты запоминаются на всю жизнь но к сожалению я был без девушки своей я был с алиной тоже было романтично примерно так же как с олей было романтично на трансфа гараж и в итальянских альпах видите как бы с решением с разными девушками переживайте моменты но к сожалению какой-то не со своей и это самое самое грустное в этой всей истории потому что если б со своей то это реально воспоминания на всю на всю прям жизнь так что-то произошло какой-то гол скорее всего испания вела вроде нас пропускает внутрь потому что все занято мы вот ушли и получается что бабка встала место пропало то ведет я думаю что испанцы скорее всего а может ничья испания выиграла 21 как-то так это все выглядит понятно как мы сейчас будем выезжать а вот тут просто просто жопа извините конечно поэтому да надо когда подождать что ли пока все рассосется еврейская душа блин 120 евро стоил он стоил 120 евро теперь стоит 20 евро на 100 евро дешевле охрененный голубой льняной пиджак но он ни нахрен не нужен между занятиями сейчас я возьму вскрою и и как вам такое шортах носках белых так пробежка кроссовка тоже вот они чашечки есть чашки с надписью канны заезжаем в лифт это лифт что это такое это реально лифт я не знаю ребят что-то тут какой-то фургер с с в о называется французы немножко не дорабатывают ну вот так вот понимаете как это бывает такой сидел сидел на одном месте а потом бац из бмв уже перепрыгнула mercedes вот так вот вот так вот